Всем бонжур, с вами Justino и Рината. Первое, что вы услышите, скорее всего, будет «Следующий в очереди, пожалуйста». Или просто «Кто следующий?». Дальше вы подходите к Тассе и спрашиваете. Кто-то может подумать, что это лицемерие на самом деле. Ни вам не интересно, как дела у бариста, ни ему не интересно, как у вас дела. Но на самом деле это просто вежливость. И когда мы находимся в стране, в которой мы путешествуем, учимся или работаем, необходимо следовать ее правилам. Бариста у вас поинтересуется, что бы вы хотели? Или же, что я могу сделать для вас? Еще есть вариант, который на русском навряд ли мы можем услышать, чем я могу вас порадовать, точнее, что вас может порадовать. Или просто он может сказать «Да, я вас слушаю». И тут, например, вы у него спрашиваете «Можно ли я закажу средние латы, пожалуйста?». И помним, что обязательно добавляем «пожалуйста». К слову о размерах кофе может быть «маленький», «средний» и «большой». И вот вы захотели выбрать «самый большой размер», «самый большой, пожалуйста». Или же наоборот «самый маленький размер, пожалуйста». Но какие же виды кофе существуют во Франции? В принципе, конечно, плюс-минус то же самое, тем более так как уже есть кафе, которые работают по франшизе, становятся мировыми названия классические. Но все же во Франции есть и свои интересные моменты. Если вам просто говорят «Я хочу кофе», это будет означать «эспрессо». «Ноизет», это вид кофе во Франции, эспрессо по факту, в который добавляется немного совсем молока или пенки. Никакой связи с орехами нет, просто цвет кофе становится ореховым. Отсюда и название. В общем, во Франции обычные американо чаще всего назовут кафе «алонжи». «Он retrouve différents типs de кафе, потому что, в первом случае, кафе латте, кафе в олее, кофе с молоком, кафе с молоком, кафе крем, кафе не с кремом, конечно, как со сливками, но добавляется туда все равно молоко. Что-то более-менее похожее на латте в тех самых традиционных ресторанах, где они предлагают латте, капучино и все, к чему мы привыкли». «И дэ кафе без кофеина». Честно признаться, не встречала такого, чтобы, как в России, были представлены разные сиропы на выбор. Зачастую это очень узкий, ограниченный выбор, но иногда он все-таки есть, поэтому давайте узнаем, как у нас могут поинтересоваться, хотим ли мы какой-либо сироп. Необходим ли вам сахар или какой-либо сироп? Сиропов, конечно, огромное количество, вообще, в принципе, бывает, но так как здесь это нечастое явление, мы этот момент опустим. Например, в Старбаксе есть фрапучино или что-то наподобие, куда добавляются взбитые сливки. Так вот, давайте узнаем, как же будут взбитые сливки по-французски. Немного уже разобрались, что же нам может сказать бариста. Ну, как же нам начать наш разговор и заказ? Здравствуйте, я хотел бы, как Жустанов сказал, многоточие, пожалуйста. Не будем переводить эту фразу дословно, потому что переводится она по-дурацки, можно я буду иметь что-нибудь, но на самом деле, можно ли мне, как Жустанов сказать, что-нибудь, пожалуйста. Следующий вариант очень часто встречается, и мне кажется, он немного интересным, необычным. Я у вас возьму, например, один кофе, пожалуйста. Какой тип молока вы предпочли бы? Потому что сейчас, мне кажется, бум на разный тип молока, у всех резко появилась аллергия. Все предпочитают кокосовое, миндальное, овсяное и так далее по списку. Поэтому давайте разберемся, как все эти разные типы молока будут звучать по-французски. Овсяное молоко, соевое молоко, молоко из фундука, кокосовое молоко, миндальное молоко, и обезжиренное молоко. Хоть и говорят, что французы не любят брать кофе to go, но все-таки это становится в моде. Поэтому, как сказать, с собой или здесь? И у вас поинтересуется, нужна ли вам крышка для вашего стаканчика. И что интересно, крышка от бутылки, название ее, отличается от крышки для вашего стаканчика, который, конечно, будет супермодным, рейсиклябль, все как надо, бережем природу. Так вот, крышка от бутылки. Le bouchon et le couvert. И как раз второй вариант, это уже крышка от стаканчика, а еще от кастрюли. А bouchon это пробка от вида. И когда вы просите кофе с собой, у вас могут поинтересоваться, вам стаканчик? Стаканчик по-французски? A goblé. Но сейчас очень классно, круто, модно и, главное, экологично, давайте так делать все, можно поворосить кофе в свою тару, в свой персональный стаканчик. И подобная фраза будет звучать... Pouvez-vous verser du café dans ma tasse personnelle? S'il vous plaît. Не все кафе это практикуют, но вам могут сказать, например, в Старбаксе, что... Позовем, как только ваш заказ будет готов. При расчете на кассе у вас могут поинтересоваться... Что обозначает, хотели бы вы что-нибудь еще к вашему заказу? Если честно, первый раз, когда я услышала эту фразу, я подумала... И я не поняла, о каких проблемах у меня спрашивают, что у меня хотят узнать. Было очень неловко. Или еще один вариант по-другому, как можно произноситься. Это будет все, что вы хотите. И просто варианты, как мы можем ответить. Нет, спасибо. Нет, это все, спасибо. Либо, конечно, вы можете сказать, что нет, я еще хотел бы заказать, например, печеньку. Или круассан. Или хлеб в шоколаде. Но это из того же теста, что и круассан, только с шоколадом. Называется хлеб в шоколаде. В старбаксе у вас могут спросить ваше имя. Скорее всего, они не разберут, что это за имя, как его писать. И могут у вас поинтересоваться по-английски, to spell it, скажите по буквам ваше имя. Но по-французски это звучит... Эпелли ваотру нон. Давайте мы с вами потренируемся. Я буду вам задавать вопрос. Вы будете останавливать видео, переводить его в вашей голове, или, может быть, вы запишите. Потом вы будете воспроизводить заново это видео, и Жестенон будет называть нам правильный ответ. Первый вопрос. Можно мне, пожалуйста, большой латте на овсяном молоке с корицей? Можно мне, пожалуйста, на вынос двойной эспрессо с кленовым сиропом, пожалуйста? Я у вас закажу мачалатэ на миндальном молоке, пожалуйста. Таким получилось наше видео. Давайте представим, что Жестенон и я, мы, ваши баристы. Напишите в комментариях тот заказ, который вы бы у нас сделали на французском языке. И мы прощаемся до следующей недели. Спасибо. Пока-пока.